Это вечерняя Астрахань. О мужчинах и женщинах будем говорить сегодня с нашими гостями. У нас в студии декан факультета психологии профессор Борис Владиславович Кайгородов и исполняющий обязанности художественного руководителя Астраханского ТЮЗа, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Владимирович Тараскин. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, вот поскольку же встречаемся мы с вами в районе Международного женского дня, вот я женщина, очень хочу сегодня услышать от вас, мужчин, ответы на вопросы, которые, наверное, волнуют многих женщин сегодня, а может быть и не только женщин. Давайте попробуем. Самое главное, с чего можно начать, я думаю, нашу сегодняшнюю встречу, в чем, на ваш взгляд, разница между мужчиной и женщиной? Действительно ли мы, мужчины и женщины, такие разные между собой? С точки зрения науки и с точки зрения искусства. Давайте вот так. Достаточно, конечно, сложный вопрос, особенно вот сейчас на современном этапе. Для того, чтобы понять разницу между мужчиной и женщиной, надо хорошо представлять, а какая женщина, кто женщина, да? И вот вечером, идя домой, а вчера ветреная такая погода, и на вопрос понять, ну, кто такая женщина, у меня возникла ассоциация, да? Вот порыв ветра и сменяющийся на ветерок. Вот такое ощущение, порыв ветра бросает песок в глаза, а ветерок как бы смахивает с плеча, да? Да, очищает, да, очищает, и как бы говоря, не беспокойся, а заботишься о себе. И вот мне кажется, вся сущность женщины, она вот как раз вот в этой ассоциативной связи, да, весенний день, ветреная, особенно ранняя весна, ветреная, изменчивая, бурлящая, и в то же время дающая надежду, замедленная, ласковая, нежная и так далее. Ну, я сразу скажу, в науке все-таки мы разные, вообще говорить о психологии человека надо на нескольких уровнях, есть пол, хомосомные там вариации, да, я не буду ударяться в эту подробность, которая говорит о том, что уже мужчина и женщина, это различные. Изначально, на физиологическом уровне. Да, и предназначения же разные. Женщина-мать, она рождает ребенка, дает продолжение роду. Мужчина-это добытчик, который создает условия для того, чтобы женщина себя чувствовала комфортно и реализовывала себя в своем предназначении. Ну, а есть же еще другой уровень понимания психики, это гендер злополученный, который появился, то у нас и говорить начали в стране не так давно, ну, 20 лет, может быть, это не так давно. И феминивность, маскулинность, андрогинность, это из этой оперы. И это чаще всего определяют как социальный пол. И вот тут-то все вот эти вариации-то и происходят. Потому что мы видим, что иногда женщина-руководитель, она несет в себе маскулинное начало, амбициозное, активное, агрессивное и так далее. Есть мужчина женственный, он заботится о своей внешности, у него плавное движение и так далее, да? Где? Фемининность, если более выражена. Но так-то по своей сути мы, конечно, различные. Различные меры понимания, восприятия мира. Женщина, она более эмоциональна. Она живет в мире чувств. Мужчина более, как говорится, интеллектуальный, логичен и так далее в своих поступках. Но это не говорит о том, что женщина романтична, а мужчина нет. Вообще психологи считают, что в этой ситуации мужчина более романтичная натура, а женщина более прагматичная. Почему все-таки, опять-таки, возвращаясь в пол, возвращаясь, это как раз предназначение ее продолжения рода, рождение ребенка, забота о ребенке и ее воспитании. Естественно, она ищет партнера, который будет заботиться, и она будет все-таки испытывать спокойствие за его плечами, за его спиной. Я думаю, вот такая вот ситуация возникает. Я все-таки могу сказать, мы разные, но как раз точка-то соприкосновения – это в понимании. Мы должны понимать психологию женщины, женщины должны понимать психологию мужчины. Ну, там различные вариации. Ну, по ходу, может быть, мы затронем. Попробуем сейчас разобраться. Но вот это с точки зрения науки. Сергей Владимирович, а с точки зрения искусства? Вы же тоже в постановках, в работе своей препарируете в некотором плане образы женские, мужские. Вам приходилось когда-нибудь за свою актерскую карьеру воплощать женский образ самому? Да. А, то есть вы пытались понять женщину изнутри, да, чтобы изобразить? Изнутри, внешне, не раз. Так, ну вот на ваш взгляд, в чем разница между мужчиной и женщиной? Ну, вот профессор очень необразно начал свою версию. И хочу также попытаться продолжить. И причем соглашусь, что мы разные совершенно. Как многие говорили, кто-то фантазировал, кто-то утверждал, что мы с разных планет. Но есть в нас некий магнетизм, что в женщинах, что в мужчинах, который притягивает друг к другу. Мы не можем жить друг без друга. Разные и по физиологическим, и элементарно вы просто прекрасны, а мы так себе. Благодарю от имени всей женщины. Но, как восточные наши друзья утверждают, хорошо очень прийти в состояние инь-янь, когда ты находишь, грубо говоря, и одну половину, и вторую, как в себе, так и в мировом ощущении в целом. Поэтому, если рассуждать с точки зрения театра и искусства, то вот эта разность и в то же время притягательность друг к другу, она прочитывается во всех произведениях. Что в драматургии, что в литературе, что в живописи, что в театре, безусловно, которым я живу последние десятки лет. И если говорить про сцену, про мой опыт, как вы хотели узнать, мне понравилось. Мне понравилось то, что достаточно свежо в вашей одежде ходить. Особенно в летнее время. И, знаете, можно слегка, так сказать, научиться обманывать свое окружение, кокетничать и так далее, и тому подобное. Что, в принципе, на что? Вернее, в принципе, мужчина не обращает чаще всего внимания в обыденной жизнь. Но это условность театра, это условность мизансцены, драматургии и прочее. А если говорить о актрисах, которые исполняют свои роли и на самом деле являются женщинами, то, безусловно, вот эта разность с мужчиной дает наслаждение и эстетическое, эмоциональное, как зрителю, так и, естественно, партнеру на сцене. Потому что если мужчины с мужчинами играли бы любовь, то я думаю, что вот этой откровенности, которая действительно может произойти на сцене между Ромео и Джульетты, откровенность в плане чувства, откровенность в плане настоящей влюбленности, ну, вряд ли бы это получилось. Я не видел такого. Поэтому, если говорить о нас как о разных, но переводить в плоскость эмоций и любви, то без женщин невозможно добиться этого настоящего чувства. И, соответственно, вся история, которая будирует мысли о искусстве, о театре в том числе, посвящена или же вращается вокруг любви, вокруг именно вас, вокруг женщин. То есть вы наши планеты, а мы ваши спутники. Потрясающе. Но я все равно не могу вас не спросить о феминизме. Ну, поскольку праздник Международный женский день, да, он же, собственно, от этого и произошел. И вот ваше отношение к этому такому чисто женскому, достаточно жесткому, да, течению. И как вы считаете, это искренне? Женщины действительно хотят равенства? Ну, тогда хотели и сейчас хотят ли такого абсолютного равенства с мужчинами? Или это некое такое женское кокетство? Игра? Наверное, начиналось все как игра, потому что все-таки это переросло в какое-то политизированное даже движение, течение и так далее. То есть сейчас все всерьез? Ну, да. Ну, если мировой опыт брать. Слава богу, у нас в России такой тенденции не отмечается в полном объеме, потому что все равно у нас все-таки более выраженный, если так и столь, вопрос патриархат. И мы все-таки вышли из крестьянских хозяйств, где на первом месте мужчина стоял, как вот основополагающий, интегрирующий, да, вот эту вещь. А сложно понять феминисток, вот нам, как мужчинам, потому что все поведение их, оно в какой-то степени провоцирующее. Эпатажно. Да, эпатажно. Ну, как вот в анекдоте, да, вот она встречается с мужчиной и начинает его сверлить, бомбить, какие вы такие-сякие и так далее, доводит его до белого колени, он агрессирует. Ну вот, а что я хотела доказать? Вот он, все вы такие, да. Вот отсюда оно пошло, вот эти вот моменты. Поэтому, все-таки, вот моя точка, личная точка зрения, все-таки, мы, может быть, все-таки феминизм избежим, да, и не будет так он выражен. С точки зрения психологии это неестественно? Неестественно, потому что все равно, вот, коллега говорил по поводу вот Востока, инь-янь, это же гармония, баланс. Вот даже когда говорят о гендере фемининной, маскулинной, андрогенной, да, где сочетательнее того и другого должно быть, потому что и мужчина очень много может взять у женщины в плане своего формирования, делания самого себя, да, но и женщина может много взять у мужчины. И вот возвращаясь к даже первому вопросу, вот так вот по наметке можно сказать, да, вот мужчина, он более открыт, его просчитать очень легко, он не заботится о каких-то мимических вещах и тому подобное. Женщина, она всегда готова встречать людей, женщина всегда нацелена на людей, и в то же время она очень хороший игрок, она играет. Она может за мимикой скрыть свои искренние чувства за макияжем, там, свое состояние, там, и так далее. Ее просчитать очень-очень сложно, и поэтому я соглашусь, и играть на сцене достаточно проблематично, да, потому что нам, мужчинам, да, ну вот это вот как бы психология. Потому что, тем более же, женщина, она щепетельна в мелочах, и любая мелочь, она вызывает бурю эмоций, переживает. И иногда эти переживания связаны с каким-то смыслом того, что мужчина неправильно повел себя в этой ситуации. Ну, простая бытовая сцена, да, женщина, увидев носок среди комнаты, кричит, это что за безобразие? И началось, поехало, да, эмоции. Но это не значит, что ей трудно поднять носок, убрать. Это просто люди окружающие невнимательны к ее персоне. И вот ее все поведение, как раз, мне кажется, оно такое вот как бы демонстративное, чтобы люди больше внимания. Психологи по-своему видят, да, разные ситуации, мне так кажется, сейчас. Ну, хорошо, эта точка зрения имеет право, да. И она интересная, потому что, ну, я немножко иначе, например, лично я иначе отношусь к таким ситуациям. Сергей Владимирович, а вам приходилось сталкиваться вот прям с ярыми феминистками? Оборону держали когда-нибудь? Да, честно говоря, я об этом не задумывался, если мы рассуждаем о феминизме как о... В течение такого. Да-да-да, я понимаю, которое началось, так сказать, достаточно давно. И я считаю, что оно правильно проявило себя. Как мы его сейчас называем, к чему мы сейчас пытаемся прийти, это другой вопрос. А то, что женщины, в общем-то, решили сказать, что мы люди, и мы хотим побольше, так сказать, зарплаты, и мы хотим отдохнуть и протестуем против некого насилия, да, и то, что у них право голоса отсутствовало, и, так сказать, в обществе занимали какую-то низшую ступень, да почему нет? Конечно же, пожалуйста. И наш мир, мир свобод. И если такое существует, что женщина почему-то, так сказать, занимает второе, третье или там еще какое-то низкое место, я считаю, что об этом она вправе говорить и добиваться, чтобы, так сказать, ее услышали и, быть может, так сказать, приравняли или возвысили на какой-то пьедестал и так далее. Другой вопрос – зачем? И вот здесь, так сказать, хочется остановиться и поговорить. То есть какие цели мы преследуем? То есть если я хочу, чтобы меня услышали, но впоследствии я также хочу поднимать штангу в 500 килограмм, пожалуйста. Пожалуйста, да, но здесь нужно сразу думать, что будет изменена физиология. И человек, так сказать, который был прекрасен, может стать не очень симпатичным с точки зрения тех канонов, которые, так сказать, мы уже привыкли видеть и о которых, так сказать, говорим. И другой набор каких-то физических профессий, которые достаточно трудно пережить, опять же, с точки зрения физиологии женского организма. Если с этой точки зрения, то я, честно говоря, не знаю, зачем это нужно. Ну вот, женщины, не понимаю, просто не понимаю. Вернее, понимаю, что хочется быть, так сказать, наравне по силе, но вот зачем, не знаю. Ну хочется, пожалуйста. Ну пожалуйста. Вот и все. А если говорить о том, встречался я или нет с женщинами, там, руководителями, которые чего-то добились, то есть они сильны внутренне. Конечно, встречался. Конечно, встречался в основном, ну, 99% наших встреч заканчивались совершенно нормально. То есть мы не пытались понять, кто из нас сильнее, слабее. Мы не мерились совершенно, мы находили общий язык, и все в этом смысле в порядке. Это если человек хочет добиться, так сказать, ну, какой-то определенной высокой позиции в социальной сфере, в сфере руководства учреждений и так далее. То есть если говорить об этом. Но есть и другое направление, которое тоже, так сказать, мне не близко, когда не только феминизм, а вообще какие-то направления нашего общества развиваются с позиции ипотажа, с позиции увековечения или установления каких-то обязательных норм, каких-то законов, которые все должны принимать. Навязывание. Навязывание, безусловно, какой-то мысли. То есть мы ее не обсуждаем, а мы должны, так сказать, принять. Вот здесь это я не понимаю. Извините, а почему мы должны принимать чью-то идею в обязательном порядке? Вот здесь не могу понять, потому что под этим всем, ну, предполагаю, что люди, вот те, которые занимаются продвижением подобных направлений и мыслей, ну, занимаются просто-напросто собственным пиаром и, как следствие, зарабатыванием бонусов как в общественном мнении, так и, естественно, поправлением своих материальных возможностей. Вот мое мнение. Я вынуждена прервать буквально на пару минут и продолжим. Это вечерняя Астрахань. О мужчинах и женщинах мы сегодня говорим с двумя мужчинами. У нас в студии декан факультета психологии, профессор Борис Кайгородов и исполняющий обязанности художественного руководителя Астраханского ТЮЗа, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Тараскин. Если можно, коротко, ваше отношение к особенностям воспитания мужчин и женщин, вот насколько это влияет? Есть же традиции определенные, да, даже вот у разных народов, в разных семьях. Можно ли, вот и надо ли изначально воспитывать настоящую женщину, настоящего мужчину, так вот гендерно, как вы говорите? Ну, мне кажется, воспитание и мужчин и женщин в первую очередь складывается в семье. Если взаимоотношения между родителями взаимоуважительны, если они внимательны друг к другу, если они внимательны к детям, то и дети, безусловно, будут вырастать в подражании по своему папе и маме. А в психологии что говорят об этом? Ну, все-таки, да, изначально даже с появления вот ребенка, мы должны ребенку помочь идентифицировать ему самому свой пол. А в каком возрасте это происходит, примерно? Ну, идентификация, нельзя сказать, что вот в этом возрасте она происходит. Вообще это с момента, как бы, появления ребенка на свет, да. И, собственно, мы здесь уже его погружаем в такие условия, которые помогают ему идентифицировать свой пол. И цветовой окрас, да. Ну, даже вот простой пример, когда ребенка в детском, в родильном доме отдают родителям, вот этот сверток повязывается с синий и розовой ленточкой, да, для девочки розовой. Это как бы уже знаменует, вот появился не просто человек, а появилась на свет женщина, да, будущая женщина, девочка первичная. И вот как раз вот это и должно пронизывать все воспитание. Это и отражается в одежде, и в игрушках, и так далее. Ну, и само воспитание девочки, оно иное, чем мальчика. Девочке многое позволено. Позволено на эмоциональном уровне. И мы часто даем право девочке поплакать, проявить себя эмоционально. И это в какой-то степени делает ее более выгодной в взрослом состоянии на эмоциональном уровне. Она более выносливо становится. Ну, похуй тренинг, выражаясь вашим языком. Да, да. И вот, а мальчиков же как? Ну-ка, не плачь. Ты же мальчик. Чего разревелась? Ты же мальчик. А девочки? Ну, а что с нее взять? Она же девочка. И вот она ревет, она выражает себя. Это правильно? Это правильно, оно так и должно быть. Хотя, некоторые психологи утверждают, вот надо все-таки смотреть, как воспитывают девочек. Надо некоторые моменты брать на вооружение и переносить на воспитание мальчика в плане работы своим эмоциональным состоянием. Потому что женщина уже, да, ваш руководитель, эмоции проявит, она очистилась, она выбросила их наружу и успокоилась. И она дальше в работе. Мужчина в эмоциях кипит, но кипит внутри. Его там изнутри разрывает, он пыхтит, ему не позволено это выражать наружу, он же мужчина. И в конце концов, к сожалению, это может закончиться не очень хорошо. Потому что инфаркт и другие проблемы могут, ну, сопутствующим быть моментом. Это очень глубокая тема, я чувствую. Да, до этого такое. Каким сегодня, на ваш взгляд, мужчина современный хочет видеть современную женщину? И что должны сделать женщины для того, чтобы стать такими идеальными? И что, наверное, могут сделать мужчины для того, чтобы женщина стала такой, которой они хотят ее видеть? Ну, давай, что-то с вас начну. Хорошо. Знаете, вопрос, как мне кажется, и сложный, и простой. Я бы посмотрел просто-напросто в прошлое. Вспомнил литературные произведения и выявил, так сказать, формулу для современной жизни. В смысле, наших взаимоотношений, мужчин и женщин. Все уже давно-давно придумано. Давайте остановимся, посмотрим друг другу в глаза. Пусть пробежит между нами искра. И мы абсолютно точно поймем, зачем мы друг другу и что нам делать. Мы должны, обязаны быть, как сейчас говорит молодое поколение, заточены на любовь. Мы должны любить и никогда не забывать о том, что нет ничего в этом мире важнее любви. Вот и все. Потрясающе. Вообще можно даже согласиться с этой точкой зрения и как бы поставить точку. Но в то же время психология все-таки есть и идеализированный образ женщины, он составлен и так далее. Но мне кажется, все-таки по жизни у каждого мужчины свой образ. Это все-таки связано с воспитанием. Это и с детско-родительскими отношениями. То есть какие отношения складывались с мамой, с папой. И это создавало... Некая модель. Да, модель. И, конечно, человек пытается как-то ее реализовать. Он осуществляет поиск согласно вот этой модели. Но это обоюдный поиск, встречный поиск. Я вот абсолютно согласен. Самое главное – это слушать друг друга. И в первую очередь научиться мужчинам слушать женщину. Иногда достаточно сесть рядом с ней. Посмотреть ей в лицо. И хотя бы сделать вид, что я с тобой, я слушаю тебя. И это в данной ситуации уже для женщины будет достаточно. А доволен будет в этой ситуации, конечно, мужчина. Вот это, мне кажется, самое главное – слушать, быть вот именно на одной волне. И тогда и понимание, взаимопонимание, и как это принято называть красивым словом «любовь», она будет, восторжествует вот в этой паре в первую очередь. Ну, мне кажется, вот такое. Слушай, спасибо вам большое за то, что пришли, и за то, что были откровенны сегодня в этом непростом вопросе для всех нас, и для мужчин, и для женщин. Вам спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова